Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». В гостях у меня сегодня Владимир Кузин, старший инспектор управления ГИБДД. Владимир, здравствуйте! Наступает новый учебный год, непростое время для сотрудников ГИБДД, в том числе, наверное, да? Дети возвращаются в город, водители отвыкли от этой категории участников дорожного движения. Ну и, в общем-то, можно не говорить, наверное, о том, что дети сами тоже отвыкли большинство от жизни в городе. Вот скажите, пожалуйста, какая-то подготовка к новому учебному году проводилась? Традиционно начало нового учебного года, оно достаточно сложное время и для учителей, педагогов, директоров школ. Но и они готовятся, и, конечно же, госавтоинспекция готовится к тому, чтобы дети пошли в школу по безопасным дорогам, безопасным пешеходным переходам. Начнем, наверное, наш разговор с того, что же все-таки госавтоинспекция предпринимает для того, чтобы дороги были безопасными. В настоящее время были обследованы все подъездные пути и пешеходные переходы возле образовательных учреждений по всей области, по всей Рязанской области. На настоящий момент в городе Рязани, возьмем сначала город Рязань, было выявлено 55 образовательных организаций, где пешеходные переходы не отвечали нормативным требованиям. Были выданы соответствующие предписания дорожным службам. Нам не осуществляется контроль за устранением недостатков. Это обследование было завершено буквально два дня назад. Уже достаточно значительная часть пешеходных переходов приведена в нормативное состояние. И до 1 сентября все пешеходные переходы будут приведены также в нормативное состояние. Такая же работа проводится и по области. Там тоже был выявлен ряд недостатков. Были выданы предписания, также составлены административные материалы. На должностных и юридических лиц. Поэтому эта работа традиционно нами проводится перед каждым учебным годом. Поэтому здесь мы свою работу знаем, мы ее выполняем. И к 1 сентября все будет готово. Какие-то еще, может быть, мероприятия проходили, планируются с детишками, беседы? Конечно же, когда дети пойдут в школу, они все вернулись из детских лагерей. Кто-то отдыхал в деревне, их родители отвозили. Конечно же, там совершенно другое движение транспортных средств, не такое интенсивное. Машин мало, где-то мало пешеходных переходов. И, конечно, они, попадая в городскую среду, они несколько отвыкли за лето от интенсивности дорожного движения. Забыли, как правильно переходить дорогу, какие могут быть опасности, дорожные ловушки. Поэтому, конечно же, необходимо, чтобы до 1 сентября родители сами напомнили детям, как правильно и безопасно переходить дорогу. Желательно, если дети пешеходы и самостоятельно добираются до учебных заведений, желательно, чтобы родители до 1 сентября показали детям, как безопасно пройти маршрут до школы. Если он ходит пешком полностью, то значит этот маршрут пройти с ним вместе, показать, где есть пешеходные переходы, какие опасности могут подстерегать, и такой же путь проделать обратно домой. Если ребенок двигается на маршрутных транспортных средствах, на общественном транспорте, конечно же, тоже желательно проводить его до остановки, потом другой остановки до школы и тоже все рассказать, как правильно и безопасно себя вести на дороге и в транспорте. Дети у нас попадают в ДТП не только как пешеходы, но и как и пассажиры. Сразу хочу отметить, что с наступлением нового учебного года госавтоинспекция будет обращать пристальное внимание на перевозку детей к учебным заведениям. Сразу хочу еще раз напомнить водителям, что штраф за неправильную перевозку детей 3000 рублей, достаточно солидный. Мы предупреждаем их, что будут проводиться профилактические мероприятия, поэтому не надо делать вид, что кто-то об этом не слышал или это не знает. Оповещать будем родителей не только с помощью средств массовой информации, мы направим информационные письма и директорам школ. Эту информацию мы разместим на сайтах школ. Мы классные руководители доведут до родителей, повесим объявления в школах, то есть сделаем все, чтобы проинформировать родителей о том, что мы будем осуществлять пристальный контроль. Сразу уже готов анонсировать такие мероприятия. Они пройдут 7, 8, 9, это среда, четверг, пятница. И 14, 15, 16 эти мероприятия пройдут с массовой остановкой водителей вблизи образовательных учреждений. Образовательные учреждения мы выберем, исходя из анализа, где больше всего произошло ДТП, где дети больше всего пострадали в качестве пассажиров. Ну вот, кстати, не хочется, конечно, о грустном, но тем не менее какая-то статистика ДТП с детьми, она есть? Да, статистика есть. Есть 165 ДТП в этом на текущий момент уже произошло с участием несовершеннолетних. 12 детей погибло, 184 получили травмы. Хочу сразу отметить, и в прошлом году у нас было снижение ДТП с участием несовершеннолетних. И в этом очень значительное. Поэтому те меры, которые предпринимает полиция, в частности, госавтоинспекция, видимо, они действуют. И мы, конечно же, работаем не одни, мы работаем с общественностью, с школами, с органами управления образованием в районах, в городе Рязани. Поэтому вот только совместная работа. И, конечно же, с родителями. Необходимо, чтобы нам помогали родители. Без этого никуда. Одно общество без родителей не справится. Ведь дети, они часто копируют просто родителей. Иногда даже бывает неосознанно. Если родители регулярно на глазах у ребенка нарушают правила дорожного движения, это просто входит в его привычку. Поэтому, родители, если вы любите своего ребенка, заботитесь о нем, то при нем не стоит никогда нарушать правила дорожного движения. Ну и, наверное, беспокоиться, опять же, о безопасности перевозки собственного ребенка нужно не только потому, что где-то караулят сотрудники полиции и могут там оштрафовать. Конечно. Но просто самим нужно осознавать, что это в первую очередь безопасность ребенка. Да. И не забывайте, что если ребенок маленький, это кресло, либо другое детское удерживающее устройство. Штраф достаточно большой. Но здесь дело не в штрафе. Если хотите, чтобы ребенок был жив и здоров, поэтому предпринимайте все меры. Не надо думать о том, что вот бывает в интернете, там такие случаи, рассказы, что вот, я был не пристегнут, и мне это помогло. Ничего подобного. Исследования проводятся везде, в России, в Америке, в Европе. Все исследования показывают, что до 70 тяжелых травм, увечья можно предотвратить, если пристегнут ребенком безопасности, либо перевозится в кресле ребенок. Для кого не секрет, что тем более, когда водитель еще не привык к темному времени суток, который рано начинается, ну не видно просто пешеходов на пешеходных переходах, да, и тем более вот, когда речь идет о детях. Вот как с этим? Выход есть. Ношение световозвращающих элементов и взрослым, и детям. Сейчас, да, наступит темное время года, оно будет достаточно продолжительное, плюс туманы, дожди. Поэтому, конечно же, пешеходы, особенно мы, любим носить в плохую погоду темную одежду, чтобы поменьше пачкалось, да. Конечно же, такого пешехода в темное время суток на асфальте в плохую погоду, в темной одежде очень плохо видно. И, конечно же, чтобы обезопасить, особенно тех, кто ходит во вторую смену, либо гуляет вечером, уже самостоятельно один, необходимо родителям покупать световозвращающий элемент. Они могут быть выполнены в различной форме, в том числе и браслеты, брелки, подвески, термонаклейки. Все это в красивой, часто в форме, нравится детям. Поэтому можно прийти с ребенком в магазин, выбрать то, что ему понравилось, то, что он будет носить. И все. И единственное, необходимо, чтобы эти световозвращающие элементы располагались и спереди, и сзади, и по бокам. Стоят они недорого, не стоит экономить на безопасности, приобретать световозвращающие элементы. Также можно приобретать рюкзаки, в которых дети носят книжки и тетради в школу. Там тоже уже производители давно вставляют специальные ткани, которые световозвращают. И можно, конечно, покупать одежду со световозвращающим вставком. Ну, конечно, одежду не всякие такую купят. Не всякому ребенку такой понравится. Но тогда необходимо оборудовать сверху. Ну что ж, Владимир, спасибо вам огромное. Будем надеяться, что наши родители будут ответственными. С детьми ничего плохого случаться не будет. И все будет хорошо. И новый учебный год будет безопасным. В гостях у меня сегодня был Владимир Кузин, старший инспектор управления ГИБДД. Это программа «Городские встречи». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова